В США каждый четвертый миллионер носит обувь, цена которой дешевле 100 долларов. Слишком дорогими считают костюмы дороже 200 долларов один из 10 американских богачей. И только половина миллионеров покупают часы ценой свыше 240 долларов. Можно считать таких миллионеров чудаками, но их желание жить простой жизнью объяснимо. Сложнее понять тех, чье стремление экономить приобретает характер паранойи. Предлагаем познакомиться с топ-10 скупых миллионеров по версии журнала Time. Открывает наш рейтинг основатель компании IKEA Ingvar Kamport. Самый богатый швед зарабатывал свои первые деньги еще в начальной школе. Он оптом закупал карандаши и ластики и в три дорого сбывал их одноклассникам. Сегодня у основателя IKEA предположительно 28 миллиардов долларов, но он любит питаться в дешевых ресторанах, летать эконом-классом, передвигаться в общественном транспорте и останавливаться в отелях с тремя звездами. Kamport с удовольствием отдыхает на берегу какой-нибудь шведской речушки с удочкой, а его подчиненные обязаны использовать пищу и бумагу с двух сторон. Мебель в доме миллиардера из его сети IKEA, кроме любимого кресла и напольных часов. История любви короля Англии Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон широко известна. Потомок монаршего рода был так очарован женой американского судовладельца из Пенсильвании, что решил жениться на ней во что бы то ни стало. Дама была замужем уже дважды, поэтому Эдуарду пришлось отречься от престола, как того требовала английская конституция. Этот союз не зря назвали величайшей любовью века. Два уже зрелых человека проявляли свои чувства, не скупясь на подарки друг другу. При этом во время своих многочисленных путешествий они выбирали дешевые каюты и номера в отелях. Восьмая строчка рейтинга остается за Уорреном Баффетом. Американский финансист, состояние которого по последним данным оценивается в более чем 70 миллиардов долларов, не считает зазорным разъезжать по Уолл-стрит на простенькой для его кругосторожки Линкольн-таун-кар. При этом на номерном знаке машины красуется надпись «Трифти» – бережливый. Живет Баффет в малогабаритной квартирке, купленной почти полвека назад за 30 тысяч долларов. Баффету так нравится еда в сетях быстрого питания, что одну из них он решил приобрести. И, пожалуй, единственный предмет роскоши, на который Уоррен не пожалел денег – личный самолет. На седьмом месте располагается греческий судовладелец Аристотель Онасис. Будущий миллиардер родился в очень обеспеченной семье, получил прекрасное образование и владел в совершенстве несколькими иностранными языками. Но когда в 1923 году юный Аристотель решил отправиться в Буэнос-Айрес, в кармане у него было 60 долларов. В Аргентине Анасис продавал фрукты, мыл посуду, был чернорабочим и монтером на телефонной станции. Настоящий бизнес начался, когда Аристотель взялся торговать греческим табаком, на котором он заработал свой первый миллион. Позднее его цитата о том, что труднее всего заработать первый миллион, станет крылатой. Потом было приобретение танкеров, обогатившие Анасиса на 30 миллионов, и китобойная флотилия, принесшая 5 миллионов долларов. Но без умения считать и экономить Аристотель никогда не смог бы скопить огромный капитал. Одними из проявлений такой миллиардерской скаридности можно считать то, что Анасис всегда летал только самолетами собственных авиалиний и выменивал полеты у других авиакомпаний. Поговаривают и о том, что греческий магнат лично вынимал остатки еды из мусорных баков по окончании званых вечеров. Восхождение будущего миллиардера Гарольда Ханта началось с наследства в 6 тысяч долларов, оставленного ему отцом. В молодости Хан был успешным игроком в покер, а потом занялся нефтью, основав компанию Hunt Oil. Дела шли настолько хорошо, что к концу жизни он владел состоянием примерно в 3-5 миллиардов долларов. В 1948 году Гарольд Хан был объявлен самым богатым человеком в США. При этом миллиардер всегда оставлял свой дорогой автомобиль в нескольких кварталах от офиса, чтобы не платить 50 центов за стоянку. Носил старый костюм, который буквально распадался от старости, и экономил на парикмахере, предпочитая стричь волосы самому. В пятерке лидеров нашего рейтинга скандальная королева бизнеса Леона Хелмсли. Ее большой успех в предпринимательстве связывает с удачным замужеством за миллиардером в сфере недвижимости Ларри Хелмсли. Его компания, в частности, строила легендарный Empire State Building. Супруг Леоны жертвовал много денег на благотворительность, тогда как сама она стала объектом ненависти прессы. С помощью подкупленных адвокатов она обманула несколько бизнес-партнеров и в конечном счете решила обвести вокруг пальца даже налоговую службу. Правда, всплыла после разговора с горничной, которой она рассказала, что не платит налоги. Ее фразу «только маленькие люди в этой стране платят налоги» облетела всю Америку и украсила тысячи различных сувениров. За Леону моментально взялись IRS, спецслужбы и федеральная прокуратура. Она стала врагом государства номер один и отбыла тюремный срок в два года. Леона Хелмсли умерла 20 августа 2007 года. Ее посмертное завещание повергло в шок тяжело работающих американцев. Женщина, которая никогда не уважала деньги и законы, оставила многомиллиардное состояние мальтийской баллонки по кличке Trouble. Генриетта Холлен Грин, более известная как Гетти Грин, была гениальным американским финансистом 20 века. Она умерла в 1916 году и оставила после себя состояние в 100 миллионов долларов, что сегодня равно примерно 20 миллиардам долларов. Она владела кварталами в Чикаго, а сама всю жизнь провела в дешевых съемных квартирах. Гетти Грин разогревала овсянку на батарее центрального отопления, так как ей казалось, что пользование кухонной плитой обходится чересчур дорого. А однажды всю ночь искала завалившуюся куда-то почтовую марку за два цента. Самый знаменитый пример бережливости Генриетты – несчастье, случившееся с сыном по ее же вине. Ему ампутировали ногу, потому что Гетти три дня не могла найти для него бесплатную больницу. Звезды кино тоже нередко грешат с каредностью. Имя Керри Гранта в свое время было известно каждому. Он был любимым актером Альфреда Хичкока и одними из самых высокооплачиваемых в Голливуде. Это не мешало Керри продавать автографы по 25 центов. Однажды голливудская знаменитость Керри Грант раскошелился на новый Rolls-Royce. Когда пришло время менять тормоза, он посчитал, что четыре пары тормозных колодок – это слишком дорого. Вполне достаточно поменять колодки на одном колесе. Почетного второго места нашего рейтинга удостаивается нефтяной король Джон Гетти. Три десятилетия назад с четырьмя миллионами долларов он был самым богатым человеком в мире. Тем не менее, он установил таксофоны на своей вилле, чтобы не оплачивать телефонные разговоры гостей. В 1973 году похитили внука Гетти, но дедушка наотрез отказался выплачивать выкуп. Сердце его дрогнуло только после того, как он получил конверт с отрезанным кусочком уха и локером Гетти младшего. Преступники пообещали возвращать внука Джона мелкими фрагментами, если дедушка не отсчитает им в течение 10 дней 3,2 миллиона долларов. Но и тут дедуля не изменил себе. Выкуп он согласился выплатить как заем с четырьмя процентами годовых и сэкономил, выплатив только 2 миллиона долларов. Самым скупым богачом по версии Time стал самый знаменитый комик-кинематографа Чарли Чаплин. Актер зарабатывал под 10 тысяч долларов в неделю. Для наглядности, сейчас эта сумма составляла бы 219 тысяч долларов. Современники вспоминают, что Чарли был патологически экономным. К примеру, он любил ужинать в компании, при этом никогда не делал попыток заплатить за себя. Ведь всегда найдется человек, который вызовется оплатить весь счет. Для строительства нового дома в Беверли-Хиллз Чаплин пригласил бригаду плотников, возводившую декорацию в его фильме. Результат был вполне предсказуемым. Дом скрипел при сильном ветре и грозил обвалиться в любую минуту.